Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной за повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдают оператор Александр Хробыстов и водитель Татьяна Кокшарова. Ну а колесим мы по дворам улицам Перми на автомобиле Лифан Салана от компании Демидыч, что на Ким 75. Для того, чтобы увидеть кадры сегодняшнего дня, нам достаточно было заглянуть на сайт нашей телекомпании. Ведь оба они присланы нашими телезрителями. Итак, первый от Анны Рольник. Читаем надпись на коробке, скальпе, массажир и думаем, что же за предмет находится там внутри. Оказывается, массажер для головы. Странная интерпретация названия. Тем более, если учитывать, что все остальные надписи как на коробке, так и в инструкции на чистом русском языке. Ну а второй кадр дня от Елены Новик, которая взяла почитать одну из пермских газет и наткнулась на заметку, в которой говорилось, что 31 февраля на пересечении улиц Столбовое и шоссе Космонавтов столкнулись пассажирский автобус и трамвай. Ничего странного, конечно, у нас в Перми частенько аварии на дорогах случаются. Вот только дата смущает. Даже в високосный год 31 февраля – это нонсенс. Рядом с пешеходной дорожкой, которая ведет от улицы Макаренко к торговому центру лайнер, хоть картину пиши – переход Суворова через Альпы. Дело в том, что дорожка эта в течение всей зимы ни разу не чистилась. Ну, молодежь у нас более-менее прыткая, с легкостью преодолевает этот участок. А вот люди постарше сообщают в нашу информационно-справочную службу, что нелегко им даются эти снежные горы. Если вдруг сейчас я неожиданно исчезну с ваших экранов, не пугайтесь, ничего страшного. Просто в случае изменения направления ветра мы с оператором окажемся в облаке пара. Колодцы на улице Тимирязева парят уже на протяжении трех недель. Страдают жители окрестных домов, как на улице Тимирязева, так и на Горького. Из-за испарения у них повышенная влажность в подъездах и в квартирах. Более того, в конце января сюда приезжали специалисты аварийной службы, после чего доложили в управляющую компанию, что все работы выполнены. Ну, а колодцы тем временем продолжают парить. Причем изо дня в день все сильнее и сильнее. Приехали мы сейчас во двор дома номер 30А по улице Малково и сразу стало нам как-то хорошо. Оригинальная находка местных жителей для того, чтобы каждый день поддерживать себя в отличном настроении. У нас оно теперь просто замечательное, чего и вам желаем. Каждый день в нашем городе происходят какие-нибудь события, значимые и не очень. Так вот, для дежурного по городу маленьких новостей не бывает. Мы рады любым сообщениям, которые вы передаете в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Ну, а мы, в свою очередь, готовы осчастливить вас подарком за лучшую новость этой недели. А именно, сертификатом на 10 тысяч рублей на речной круиз на теплоходах Михаил Кутузов и Павел Бажов в навигацию 2011 года от бюро туризма «Спутник». Так что звоните, пишите и участвуйте в нашем конкурсе. И на этом заканчивает свою работу дежурная бригада в составе Анны Водоватовой, Александра Хробыстова и Татьяны Кокшаровой. Встречайте завтра Игоря Гиндиса и ни в коем случае не унывайте. Удачи вам и до скорой встречи.